В этом году Люберцам исполняется 400 лет. Празднование состоится в сентябре, но подготовка к масштабному событию началась уже сейчас. Как город встретит большой юбилей и какие преображения его ждут? Ответы на эти и многие другие вопросы дали представитель оргкомитета Люберцы-400, а также глава округа Владимир Волков и вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. На пресс-конференции, посвященной 400-летию Люберц, собрались не только журналисты из города-юбиляра, но и представители федеральных СМИ. Юбилейная дата – это не только масштабное празднование, но и колоссальная работа, которая предстоит проделать до дня рождения и реализация долгожданных проектов. Вчера как раз-таки на территории города присутствовал губернатор и дал старт реконструкции нашего исторического стадиона «Торпеда». На этом стадионе тренировались легендарные спортсмены, футболисты. И, конечно же, он дорог для каждого люберчанина. Все ждали давно реконструкции, и закончится она в 2024 году. Но вот вчера был положен старт как раз-таки к юбилею, к 400-летию. По Люберцам у нас есть отдельная большая программа капитального ремонта домов, которую мы называем капитальным ремонтом, хотя все прекрасно понимают, что это практически реконструкция, потому что мы делаем все от крыш до инженерных сооружений. И у нас эта программа включает в себя более 500 домов на перспективу. То есть мы понимаем, что все самые проблемные эти точки мы уберем, и люди будут жить в комфортных, нормальных условиях. На встрече затронули и другие важные темы, такие как реконструкция Октябрьского проспекта, модернизация очистных сооружений, обустройство современных парковых зон. Но основной вопрос повестки, конечно, связан с празднованием большого юбилея. Будет концерт, обязательно. Вот такой большой концерт на площади есть. Я же понимаю, что будет тепло в это время года. Постараемся. Будет концерт. Что касается остальных мероприятий, сейчас находится все в такой тщательной разработке. Потому что времени еще достаточно. Поэтому мы постараемся организовать таким образом культурный плац, что называется, празднование этой даты в округе. Я думаю, будет интересно, любопытно. Кроме Николая Расторгуева, чья карьера и творческий путь начинался именно в Люберцах, в Оргкомитет по празднованию Дня города вошли актрисы и общественный деятель Яна Поплавская и телеведущая Гузель Камаева. Среди предложений, поступивших от них, пресс-туры по уникальным люберецким предприятиям, а также выступления воспитанников Института театрального искусства на праздничной сцене округа. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.